Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я покажу и расскажу, как совсем не сложно при помощи программы Photoshop Pro сделать красивый футаж для вашего видео. Футаж привлекает внимание к вашему блогу, сайту, а также представляет вас как эксперта в вопросах продвижения бизнеса в сети интернет. Так, от слов переходим к делу. Для того, чтобы сделать слайды для программы Photoshop Pro я использую свой любимый редактор Photoshop. Вы можете использовать любой другой редактор, в котором вам удобнее работать, тот же Paint. Главное бы готовить яркие красочные слайды. Основу я уже сделала. Выбрала подходящего размера картинку заранее в интернете. Размер обязательно 1280х720. Выбирайте. Потом можете обрезать эту картинку, потому что формат HD на YouTube именно такой 1280х720 пикселей. И теперь начну по шагам. Опять же, все это делается не сложно. Я теперь убираю. Буду поступать от обратного. Я буду убирать слои. Выключать слои, которые в данный момент мне не нужны. Пусть это будет все. Это будет завершающий финальный слайд. Выбираю сохранить как. Заранее подготовила на диске у себя место для того, чтобы собрать всю информацию для футажа. Выбираю формат JPEG. Выбираю. Слайд 3. Слайд. Окей. 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 Да. То есть максимальное количество надписей у меня на этом слайде есть. Теперь я возвращаюсь опять в слайд. Убираю, к примеру, фразы «Как сделать футаж». Отошел. То есть я убрал, это у меня будет обратно медным. И теперь сохраняю эту картинку. Вот делаю формат JPEG. И она у меня называется «Slide 2». Так вот. Так. Теперь я делаю слайд номер 1. Убираю ссылку на блог. Оставляю только свою фотографию и имя и фамилию. И опять выбираю «Сохранить как». JPEG. Слайд 1. Слайд 1. Вы можете это делать в прямом порядке. Просто из экономии времени я уже подготовительную работу провела. Слайд 1. Все. Первый, второй, третий слайд у меня есть. Этого будет достаточно. Теперь я должна подобрать подходящую музыку. Очень советую вам ее искать на канале YouTube. Сейчас покажу где конкретно. переходите в мой канал. Переходите в мой канал. Переходите в мой канал. Заходите в менеджер видео. И выбирайте вот здесь вот «Создать». Видите, появляется фонотека. А теперь смотрите, выбирайте бесплатную музыку. Почему? Потому что вы не имеете проблем с авторскими правами. И там совсем короткий отрезок музыки нужен будет вам для футажа. Я лично выбирала жанр, скажу какой. Выбирала рок. Вы можете выбрать любой другой. Электронную музыку, поп-музыку, какая вам ближе по настроению. Заранее подобрала композицию, которая была бы в меру бодренькой, чтобы не уснули зрители канала у мониторов. И мне очень агрессивно в то же время. Ctrl-F использую горячие клавиши. Вставила поиск. Задаю. Обратите внимание, что вот эти значки, которые стоят с человечком. Значки вы тоже можете пользоваться этой музыкой бесплатно, но нужно будет обязательно в описании к видео давать ссылку на автора этой музыки название трек. Я решила выбрать тот трек, который вообще никакую ссылку давать не надо. Выбираю вот этот трек. Я его предварительно прослушала с этой клавиши. Теперь я его закачиваю. Скачать. Ну и вот он. Патришный файл сохранить. Все необходимое для создания футажа я уже собрала. Теперь загружаю непосредственно программу Photoshop Pro. Закрываю. Закрываю. Выбираю новый проект. И нахожу то место, куда я собирала свои. Что я делаю? Я выбираю файлы формата первый слайд, второй слайд, третий слайд. Может даже сделаем с фоном, пусть будет 4 слайда. Так будет длиннее ролика. Раз, два. Я все JPEG файлы выбираю. Правой кнопкой щелкаю «Добавить». Вот они у меня сейчас появляются. По порядку, чтобы они вошли. Уже ссортируете. Первый у меня фон. Вот так, фон. Дальше. Тоже по ширине выровнять. Так, потом у меня идут в этом... Потом у меня появляется надпись, имя и фамилия. Появляется ссылка на блок. И уже третий непосредственно название файлов. Вроде бы ничего сложного. Теперь определиться надо будет с переходами между файлами. Можно просмотреть. Вот сюда щелкайте. Просмотреть какие будут переходы. Так, явно не то. Сейчас менять на природные. Любимые переходы у меня лично. Это природа. Это природа не мягкие, не навязчивые. Заходим сюда. Звездочка. Переходы. Я выбираю градиенты. Ну и, к примеру, какой-то один тип перехода, чтобы мне очень... Давайте, наверное, TED будет более радужно смотреться. Посмотрим, как он будет смотреться. Да, неплохо. Точно такой же переход сделаем на этот слайд. На этот слайд. И на этот слайд. Так, с переходами мы разобрались. В принципе, в конце можно будет его и убрать совсем. Давайте, наверное, уберем. Убрать. Все. Теперь я хочу уже увидеть, как это будет смотреться с музыкой. Добавить. Выбираю музыку. Добавить музыкальный файл. И в том месте, куда я сохраняла все свои материалы для создания футажа, я выбираю футаж. Вот эта песенка на YouTube из-за бесплатной фонотики. Видите, песенка оказалась намного длиннее, чего следовало ожидать, конечно. Футаж совсем короткий ролик. Ну, посмотрим, с какой стороны его можно будет обрезать, чтобы он... Я просто-напросто что делаю? Здесь можно с музыкой поступить по-разному. Можно ее обрезать. Видите, здесь есть вкладка обрезать. Здесь уже бегунками поработать, подвигать. Я оставлю уже, как есть, сначала. Единственное, что... По длине его, конечно, очень сильно сокращу. Просто-напросто вот так вот. Элементарно. Вот так вот. Ну и у меня, в принципе, все это поздно устроить. Я еще раз сейчас запущу ролик, перед тем, как буду сохранять его. Смотрю, что у нас получится. Замечательно. Единственное, что, мне кажется, по времени первый слайд неоправданно длинный, поэтому мы сейчас его подредактируем. Редактирование слайда. Установим продолжительность. Давайте, наверное, даже по всем слайдам сделаем не 6, а 8, а, допустим, первый слайд будет 3 секунды. 3 секунды. Окей, сохранить. А все последующие слайды сделаем, к примеру, 7 секунд тоже какое-то... Маловато, многовато тратим на 6 секунд вполне хватит. Так, сейчас тоже 6 секунд. Посмотрим, что получится. 6 секунд сохранить. Этот слайд тоже 6 секунд. И, соответственно, сейчас я тоже музыку немножко подкорочу. Еще раз запускаем контрольный. Все замечательно. Теперь я выбираю сохранить файл. Сохранить. Выбираем... Создать видео слайд-шоу. Вот эту кнопочку. Да. Да, просто сохраняем в этой же папке. Тоже сохранить. Видео слайд-шоу. И теперь у нас уже пошло самое интересное. Я предлагаю вам создавать видео в формате AVI. Почему? Потому что этот формат быстрее всех прочих загружается на YouTube. И считается, самый продвинутый формат в настоящее время для видеороликов. Немного времени занимаюсь этой процедурой. Мы выбрали AVI. Теперь я выбираю размер кадра. Можно исправить вручную. Помним, да, что размер 1280 на 720. Лучше это сделать вручную на 720. Качество. Очень часто можно наблюдать зернистость у создателей слайд-шоу. При помощи фотошоу про уставляем 15 тысяч килобит. Высокая плавность. Да. Ну и все. Выбираю конвертировать. Ничего сложного нет. Да, ну пусть высокая плавность меняет нам килобит. Не страшно. Главное, чтобы они меньше 15 тысяч не оказались. Конвертировать. Выбираю конвертировать. Даю название своему файлу. Пусть он будет называться футаж. Футаж. И сохранить. Выбираю. В виде формате они сохранить. Идет кодировка. Создание этого нашего видеоролика. Непродолжительного. Уже готова к загрузке. Выбираю ОК. Выбираю закрыть. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok.